У вас всех дорогие друзья и не друзья, кто нас смотрит, как я выяснил за последнее время. Но мне это не важно, потому что любой ваш просмотр, дизлайк и тупой комментарий добавляет мне рейтинга. Не понимаешь, что ты говоришь, потому что прекрасное утро, серое, мрачное, холодное питерское утро. И мы с моим другом Денисом Беляевым встретились. И сегодня я продолжу рубрику о том, где вкусно и недорого поесть в легендарных местах Санкт-Петербурга. И мы идем по легендарной пышечной конюшиной. Да, в одной из самых легендарных. Пышечная? Да. Когда-то это была пышечная на Желябово, да, как это у нас называлось? Слушай, а я не знаю. Я еще тогда, по-моему, не родился. Но когда-то это была конюшная, потом Желябово, сейчас снова конюшная. Конюшная большая, большая конюшная. Рядом с Невским. Так что, если будете в Питере, обязательно посетите это легендарное место, потому что это самое старое, высочное в Санкт-Петербурге. Ну, наверное, есть и постарее, но это самое знаменитое. Самое знаменитое. Она, по-моему... А Вольфу Беранже. И если я иду радостно позавтракать, то Дима, по-моему, идет запить сладеньким кофе гористые комментарии. Знаете, вот я в этой пышечной давно не был, потому что там постоянно очереди. Я как не прохожу мимо, туда нереально попасть. А очень быстро эти очереди, даже если хвост на улице, он все равно очень быстро проходит. Там такое очень атмосферное место, стоишь за столиками. Но больше всего, я не знаю, как там сейчас изменилось все, потому что я был в последний раз там пару лет назад, и мне нравился вот этот кофе из бачков. Там такой бачок же, что-то, какой-то с молоком. Эта пышечная опровергает наблюдение, что эклеры в детстве были сладче. Вот пышки точно такие же, как в моем детстве. Не понимаю о чем-то, потому что для меня сейчас эклеры тоже сладкие. Вот, которые делали в бульчике. Вот. Значит, удивительное место, которое с годами не потеряло своего очарования. Ну все, пойдемте. Я уже в пышечной. Вот она, легендарная пышечная кофе-чай пышки. Я надеюсь, там остались такие же, такой же кофе из бачков. Вот. Значит, они поменяли вывеску. Сделали больше... С 58-го года, смотри. Да, да, да. Но вот эта вот пышка, она, кстати, уже старая. Очень старая, да. Так, что тут у нас? Вот в чем дело. Она просто в здании церкви. Реформация. Здесь сохранена стилистика рекламы советского времени. Потому что в советское время единственная светящаяся реклама возможная, это был газосвет. Так вот были надписи «Гастроном», «Булочная», «Пышечная». Здесь, может быть, это не сильно старая, судя по тем элементам, которые там вот включены в схему, не очень старая, но в стиле, в стиле старых вывесок. А вообще мне нравится шрифт, что-то, да, неплохо, неплохо. Да, да, да. Ну, пойдем. Мы, наверное, пойдем в тот зал, да? Да, в тот зал, да. Ох ты, плакать. Ты угощать хочешь? Да. Ну, ты же меня угощал иногда, какими-то вкуснями. Слушай, ну я вот кофе с молоком обязательно. И 6 суши, правильно. Суслово правильно, Най, понимаете? Да, да, да. Потому что вместе с кофе будет все. 2 по 6, 2 по 6 и 2 кофе. Ага. Да, пожалуйста, 300 и 700. Най, спасибо большое. За здоровьем, не так и пищем. Давай, я на тарелочку. Мы еще не ушли. Да, она пока поможет. В остальном случае. Пойдем. Столики изменились. Я помню, здесь были такие пластмассовые, нет, пластмассовые, да? Ну, слушай, здесь были вообще разные столики. Тут много было сидячих больше в средине. И здесь стояли круговые столики. Нет, такие, но... Нет, круговые были. Может быть, да, не помню. Да, да, да. Слушай, ездил в этой пышке, ну, когда у меня 7 лет, ребята. Когда в соседней церкви еще был бассейн. В церкви, которая на... Вот, вот, вот здесь вот, рядом, вот, и педрике. И самое интересное, что в детстве, в детстве, мы с ребятами съедали по 12 пышек, и у нас ничего не емло. Вот сейчас где-то, ну, 6-7, и, в принципе, нормально. Ну, вот, единственное, что я расстроен, что вот... Пандемия. Пандемия. Пандемия, да? Да, я думаю, это пандемия. Классные были вот эти кружки такие обколоты. Но, вот эти вот бумажки, они сохранились. Вот смотри. Да. Вот эти вот нарезанные. Значит, самое главное, самое главное, что сохранились не сколько бумажки, и потеряли стаканчики. А вкус, значит, непередаваемая, непередаваемая работа. Так, сейчас мы попробуем. А, смотри, нет, это бумажка? Конечно, это для слабакок. Я слабак. Кстати, кофе, цвет остался прежний, да? Значит, вкус тоже. Такое, вот, вкус из детства. Молоко, кофе и достаточное количество сахара. Значит, если выше, не слышно, у тебя не засыпана вся одежда, пол лица белой пудрой. Потому что пудра здесь, мало того, что кружки вкусные, еще и пудрой не жалеют всегда. Да. Смотрите, сколько пудры. Но это еще немного. Но попросили. Не пересыпать немножко, как обычно. Хотя вкус остался прежний. Потому что, когда было другие пышечные, они пышечные жёлтые. А вот последний, когда нет, вот есть, во-первых, секрет вкусных пышек, это кукурудная мука. Это мало кто знает. Поэтому, значит, пышки вкусные только без выноса. То есть, как только отнести от того места, где их приготовили на 50 метров, все они превращаются в несудобную муку. Ну, как и всё, что сделано с кукурудной муки, оно нужно есть сразу после приготовления. Да, вот они, кстати, вот и я покупал, они холодные, уже не такие вкусные. Узнаю вот эти вот бумажки, которые сразу промасливаются. Но я их вот так аккуратно положу на стол. Надо брать следующую. Ну что, сколько тебе это все обошлось? Сугощал. Значит, мне это ничего не доплачивают за то, что я сюда прихожу. Короче, я очень, я древний, один из самых древних пустителей, ну, не считая два слова, совсем древучих бабушек, значит, и у меня здесь неограниченный кредит. Кредит надо будет отдавать. У меня оплата за постоянную пристрастие. Короче, кофе здесь стоит 45 рублей, а лапышка 15 рублей, пудра бесплатная. Вообще-то, что можно делать, заходите обязательно, мы сейчас побольше поедим, мы не будем чапкать на камеры, а потом покажем еще, что остается после пира. Куча бумажек, стаканчик. Слушай, ну, вкусно. Вкуснота, вкуснота, вкуснота. Значит, здесь обычно убирают, но... Не, за тобой. За нами, да, да, да. Но есть шанс отнести и так за угол поставить. Это секрет, это знают только... Бывалые. Бывалые посетители. Давай. Спасибо! Спасибо, до свидания. Давай второй зал посмотрим. А, тут закрыто. Ну да, ну вот. В этом зале всегда были, как правило, только сидящие места. И сюда забирались бабушки. Ну, я не помню, в древности, базово было и одно. Ну, почему-то. Два. Два всегда было. Всегда было два. Да, ну вот мы почему-то всегда ходили только вот в этот правый. Мы везде были. Но правый, он лучше. Да. Я так подозреваю, он, наверное, ближе к печке. Да. Ну, что, мы советуем посетить эту пышечную, потому что от этих пышек не бывает изжог. Значит, от пышек, и самое главное, значит, в тайном руководстве посещения этой пышечной написано, от пышек не толпеют. Если их есть в нерву. Раз в год. Да, да, да. Потому что, во-первых, так говорил Карлсон, а я ему доверяю, а во-вторых, это действительно проверено. Значит, вот я съел, наверное, не одну тонну пышек. Ну, и посмотрите, ни капельки не толстел. Да, все же. Да. Ну что, не знаю, мы не будем обращаться к тем, кто живет в Петербурге, а больше к приезжим, потому что те, кто живет в Петербурге, даже бывает, что люди, которые в Эрмитаже ни разу не были. Да, но привезти сюда кого-нибудь из приехавших и познакомить с настоящим вкусом питерских пышек, как можно. Да, вот это место очень атмосферное, вот это гром бочков, когда закончится пандемия, опять выкатят вот эти обколотые стаканчики. А какие там уборщицы и продавщицы? Очень доброжелательные. Очень доброжелательные. Мало того, что, если даже пришел с одной мелочью, когда там последний рубль набран двести копеечными монетами, радостно. Они спокойно считают, говорят, да-да-да, проходите. Обязательно поедутся. Все, всем до встречи, всем пока. Да, счастливо. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok